здравствуйте уважаемые подписчики моего канала а также все остальные думающие зрители хочу показать вам малоизвестные места одного очень знаменитого храма а именно храма воскресения или гроба господня в иерусалиме да именно сюда сходит перед пасхой благодатный огонь что у нас произошло в 2017 году аккурат год назад в ходе ремонта в кувуклии часовни над гробом господним были демонтированы металлические подпорные конструкции иконы подсвечники и мы увидели эту кувуклию всю эту красоту в чистом виде как она была задумана как говорится это восьмиугольное здание часовня прекрасной работы с арочка над входом на востоке очень красиво украшено слов просто нет на стенках вырезаны слова на мраморе очень напомнила мне имена как будто это написано имена под каждым именем главное овал как будто для портрета вопрос такой у меня возник кто эти люди чьи имена чем они себя так прославили второе внутри кувуклии где также на время ремонта были убраны все церковные атрибуты открылся полностью барельеф бегущего правой рукой он благословляет в левой рук руке у него стяг или раздвоенная хоруги не знаю как правильно сказать с прямым крестом нарисованы он как воплощение солнечного света и движение вперед он даже вышел за рамку левой ногой такой порыв он передает это совсем не похоже на смирение послушание современной церкви наоборот это полет порыв очень меня заинтересовала эта фигура решила покопаться в истории немножко истории потерпите 343 году как говорят нам аналы официальной истории императрица елена приняла христианство и сын ее константин за ней тут напоминают нашу княгиню ольгу и сына владимира не так ли и вот поехал она в иерусалим чтобы построить храм в честь иисуса христа и где она его строит на месте языческого храма венеры как говорят а может мары и вот чудо в подвале этого храма она находит место погребения дробь воскресения иисуса внимание немножко задержимся над местом воскресения иисуса стоит языческий храм то есть значит они эти язычники уже 300 лет почитай славят иисуса молятся о нем тут приходят елена и константин и говорят нет это мы первые типа христиане вообще настоящие христиане а вы так себе язычники но думаем дальше первая кувуклия как оказалось как написано в древних документах письмах я тут немножко почитал это часовня выглядело иначе все столбы и арки были открыты ротонда дышала подойти можно было с любой стороны а в середине стоял камень на постаменте святой камень и в 1048 году описывают уже существующую арку над входом и описывают ее такой какой мы видим ее сегодня называют ее аркой мономаха аркой мономаха константина 9 ладно дальше в истории был пожар 1808 года пожар такой силы что камни плавились не говорите что знаете кто поджог никто не знает по всей земле собственно горели тогда дворцы города театры замки так например королевский театр в лондоне ковенд гарден в 1808 году сгорел до тла не осталось и стен а в 1810 в париже дворец австрийского посольства сгорел так что погибли 20 человек завалены стенами больше похоже на взрывы в 1811 году в санкт-петербурге большой театр на театральной площади сгорел так что царю доложили нет ничего более нет ни ложь ни райка ни сцены все один партер такой черный юмор все сравнялась землей с пожаром москвы 1812 года нет ясности шли конечно войны и о кометах есть упоминания старых письмах и на любителей фейерверка в вину вешают неизвестно почему но горела сильно горела вся терра вся терра терра от латинского территория может от русского тартария земля горела в общем восстанавливал наш храм в 1810 уже году кто бы вы думали православный архитектор николай камнин из города митилены первым делом он поехал в россию дело в том что кувукли созданные по древнему образцу их было много и она они она не была одна единая особенно в россии там он нашел точную копию арки мономаха и полность полностью кувукли снял чертежи и восстановил ее в точности в иерусалиме в 1810 году ну да новодел но сделан тщательно и скопировал самый древний образец вот эту восстановленную старину мы на минутку и увидели сегодня но потихоньку ее снова закрывают заставляют завешивают так что взгляд цепляется за другие вещи далее слова высечены на мраморе объявили сегодня якобы это аббревиатура больших букв первых букв библейского стиха да еще и на греческом а спрашиваешь греков они говорят а это древний греческий то есть толком никто не отвечает а я вот вижу имена и даты некоторые буквы слиты две в одну все читается по буквицы 7 на 7 49 значная буковица буква и написана в зеркальном отражении так что напоминает латинскую м удачи покопайтесь сами что найдете пишите а я пока продолжу свои исследования вот тут на сайте древлит есть такая вещь как антиохийский и иерусалимский патриархат в политике российской империи и приводятся слова из древней рукописи цитирую евсеви доносит до нас что пресвятая гробница была окружена прекрасными колоннами и не было причин закрывать свободный доступ свидетели доводят до нас что начальная форма свободного памятника представляла собой выточенный восьмиугольник восьмиугольник ребята помните звезду богородицы во сне с восьмью лучами восьмиугольник который ничем не был прикрыт начальный вид гробницы имел формы выточенного камня обратите внимание выточенный камень начальный вид кувуклия что дальше скажу и далее по тексту написано евсевий обещал описать строительство храма по видимому евсевий был современником событий при святой елене но умер и не сделал этого не сделал может быть не захотел писать неправду потому что требовали написать что храм был построен семьей святой еленой и ее сыном константином а по видимому эти добрые люди сохранили храм так сказать храм получил защиту императорской семьи вот такой вариант я выдвигаю а какой же храм они сохраняли какой храм они защищали языческий храм святой венеры ну какие там храмы были у язычников что у нас в голове сразу подниму возникает какой-нибудь священный дуб это языческий храм или дом камень белгорюч белгорюч ну да сел иванушка на белгорюч камень и заплакал ключевое это слово горюч горючий камень ребята все есть у нас сказках в нашем языке ну продолжим дальше я вам скажу где я нашла языческий храм да здесь под ногами буквально смотрите в нашем храме гроба господня на мозаике в армянском пределе башня изображенная на мозаике это языческий храм гарни по украински гарный как все знают красивый сегодня это туристический объект армении предлагаю внимание его модель можно поехать посмотреть что там сохранилось это совершенно та же конструкция такой подарок мне преподнес интернет вот такую штуку я сегодня нашла а а что ж тогда остальные города с мозаики давайте пофантазируем может эта система энергосетей сейчас поясню свою мысль сейчас поясню есть такой портал известный всем лифт джорнал замечательная статья промышленной выставки 19 века заставила многих задуматься о чем он предлагает нашему вниманию фотографии выставок и промышленных выставок которые проходили в париже и в россии и в лондоне красивые вещи разнообразные формы на выставках продают станки и оборудование но также и ротонды ротонды часовни как мы сегодня называем с колоннами с куполами небольшие открытые и заложенными стенками с крестами наверху с куполами во всяком случае они все и автор статьи считает что это трансформатор атмосферной энергии и многие в общем то есть аргументы у него для этого даже если мы поиграем словами как и все ответы можно найти в нашем языке только надо надо думать нормально по-русски как говорится вот возьми слова аккумулятор кумулятор кумулятор кувуклия созвучно не правда ли электричество буква к это всегда показатель какой-то энергии движения направления предположим что откуда-то эти кувуклия эти часовенки изъяли чтобы переместили переместить на и продать их на выставке изъяли откуда-то из каких-то тоже так в кавычках языческих храмов или древних строений или древних городов и что дальше происходит поток электрической энергии продолжает спускаться предположим а этих аккумуляторов нету от тебе и взрыв и дикий пожар вот и объяснение пожаров 19 века возможное вот такие мысли приходят в голову должна еще сказать что такие вещи что значит архитектор николай камнин в 1808 году не просто восстановил кувуклию после пожара дичайшего но еще и запустил ее работу по преобразованию атмосферного электричества в плазму или огонь по-нашему огонь особенный неполимый кстати да особенный огонь сегодня кстати он работал безвозмездно и весьма не кстати был убит через 10 лет в константинополе имя его практически забыто никто его не не поминает добрым словом ну и надо сказать что вскоре после него никола опять же никола тесла скажем продолжил его эту работу такие дела сейчас мы с вами почитаем что написано над входом в кувуклию справа и слева от креста под которым я видно следы восьмиконечной звезды изначально справа и слева дворе два значит то уровня букв над буквами волнистые линии это обозначает что это цифры и открываю сайт древнеславянская буквица и он помог мне проверить мою версию итак начнем с правой стороны где букв где прочитываем тон тон это то и и и зеркальная как я раньше говорила моя версия что то и это 378 мы видим по табличке т это 300 70 это о и и это восьмерочка проверяем 378 то есть право записываем в блокнотик слева таким же образом читаем т-е т-е я уже прочитала это 305 305 т-е пишем первую цифру подтверждение моей версии что цифры идут по возрастающей теперь переходим к авто ко второму уровню слева зетт т-е прилепленная к ней маленькая и и и с точкой как бы сейчас сказали моя версия что это год зетт это у нас семерочка пишем 7 315 зетт семерка т-е триста е и это 15 подтверждается подтверждается пишем блокнотик следующая z от и я утверждаю что эта цифра 7808 z от и добавляем сделаем перевод в современный в современное летосчисления для этого как вам показать лучше 0 1 0 1 тысячный год как мы видим внизу мелкими написано шесть пятьсот восемь шесть тысяч пятьсот восемь в тысячном году был 6 тысяч пятьсот восьмой год и того разница у нас пять тысяч пятьсот восемь лет путем несложных математических вычислений мы получаем что здесь указаны даты что вторая дата это тысяча восемьсот седьмой тире две тысячи триста это касаемо дат которые расположены дальше далее от центра первая дата будем думать что это имеется ввиду тоже семь тысяч триста пятый и семь тысяч триста семьдесят восьмом такое мое предположение в таком случае это даты тысяча семьсот девяносто седьмой тысяча восемьсот семидесятый все что я могу оттуда отсюда сказать с уверенностью что тысяча восемьсот седьмой год это год это год это год пожара ну и что внушает оптимизм то что 2300 год еще не наступил что это за год то ли время перезарядки аккумуляторных батарей по крайней мере конец света по-видимому откладывается а